ну вот фильм о том как сделать соколь на домик ну вот мы выбрали вот такой вот камень вот такой вот соколь оформляем ну как бы он уже вылепленный а это вот фильм ну как доработать этот камень какой-то сколы сделать ну мы на ходу там меняем технологии то такой то такой а это мы решили вот сделать соколю такой вот пролепленный обыкновенным камнем там есть фильм как мы это делали а это зачистка понимаете вот он подсох ведь он выкалывается я пытаюсь решить трещинами подрезку ну как бы это пытаемся наладить технологию как его сделать камень как чтобы это было просто интересно и все-таки как бы он был на камень похоже ну вот мы его уже сделали какие-то дырочки ну вот подрезаем трещинки то есть мы столиком обсуждаем ну как будто ли к был сначала делай один камень а теперь вот пытаемся отработать технологию вот подрезки микротрещин ну толик пытается тоже ну очень сложно когда человек уже имеет навыки а потом что-то новое придумать ну как бы мы начали делать не было времени вника делали и делали а потом стали вот пытаться изменить или там ускорить или улучшить я не знаю как правильно камень и вот такая получается что когда он подсохнет камень ведь он уже идет скол и толик пытается сделать такие трещины на этом камне ну мы обсуждаем а как его лучше сделать и именно ведь и по бокам немножко гладенькая но можно щеточка набить и ответь их скольчик получается и чтобы трещины ну наделаешь много трещин тоже нехорошо получается он как царапан у здесь вот камушки красивый полчаса эти скольчик он сыплется ну мы этот цоколь делали с ну цемент марка 500 50 турецкий цемент и марка марка 550 как я сказал и один в двум то есть на одно ведро цемента два песка ну и мыло добавляем для пластичности ну раствор очень хороший как глина как будем говорить лепится он ну и хорошо держится и не сильно его рвет то есть ну как то есть он такой очень мелкозернистый необычный песок даже не пойму на речной или карьер на это надо ну просто посмотреть а теперь когда вот подрезали смотрите что толик делает он берет кисточку и и замывает ну вот рус здесь мы сделали специально такой как бы широкий рус посмотрите какой очень широкий рус какой дизайнерский ход ну мы не не сильно не стремимся к натурализму там какому-то вот видно сейчас тут толик становиться становится и теперь подрезает камень и смотрите по кругу и делает такую фаску ну то есть от 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 градуса под каким режется вот этот камень и и придается ему ну как бы тень а тень она дает объем то есть это тоже важный такой вот ну будем говорить какой-то релепный метод или не знаю как его правильно сказать очень важно под каким углом ты подрезку есть видите как бы такой резкий градус даешь что появляется цвета тени посмотрите после языка и контрастность то есть вот эта тень дает контрастность потом мы когда покрасим то есть это еще усилится то есть мышь мы немножечко затем ним а а камни просветлим и получается как к такой так кто же дизайнерский ход что ну камень как бы более объемный за счет прописи вот короче чтоб камень цоколь был красивый там то есть надо тупо становиться и его зачищать не будешь чистить он будет все таки такой как неаккуратный и ну надо терпление или надо няньку которая будет после тебя брать и и доводить но у толика няньки нету он приходится делать всю работу ему а я там покидал покидал там поснимал то туда побегу то то есть мой темперамент не позволяет делать аккуратно работу обычно за мной там два-три человека затирает защищает а толик вот видите очень усидчивый он стал и вот просто берет и иди камни подрезает но потом надо кисточкой замывка ну то такой вот фильм я не знаю как бы фильм ни о чем и но то же время он имеет важно смотрите ну то есть вот уже как ведет себя раствор то есть его надо чухать его надо царапать его надо подрезать ну просто вставать и доводить потому что если не будешь доводить то он будет хуже выглядеть и вот если присмотритесь мы уже стали немножко камушек по-другому делать ну там будут фильмы где я цоколь беру и продавливаю ну настоящим камнем и после камня он шершавый остаются такие выборины и получается что декоративный камень похожий на натуральный камень надеемся что структура там будет посмотрим как мы покрасим его ну как бы у нас уже были опыты такие эксперименты с камнем принципе ничего там сложного ли там серьезного нету вот ну раз на иной раз надо остановиться и и как бы просто обратить что ты делаешь и пересматривать как бы свои навыки потому что все мы по привычке делаем одну и ту же работу а потом думать не хотим а как бы много приемов лежат на поверхности вот мы взяли камушек продавили такой шершавый камень появился у меня захотели здесь такой вот как бы круглый камень делать такие галыши ну не захотелись перевязку там но жесткую делать как под кирпичную кладку этот камень ну как бы сказочный и неохота в натурализм лезть с натуральным чтобы делать натуральный камень реальные это ночи много возни то есть хорошо постараться но это все таки декорация декор я не всегда хорошо чтобы этот натурализм присутствует ну конечно все равно камень должен на камень похоже быть вот видите с бревном камень сопряжением у толик берет вышкребует а теперь станет вам понятно почему надо такой камень кидать на подготовленную ну там черновую поверхность видите мы сначала кинули раствор на цоколь будем или там на стенку и он стал крепкий а теперь когда мы режем мы натыкаемся на на тот твердый раствор и поэтому нас подрезки не подрезка не идет до самого газосиликата и там или там до цоколя потому что это нехорошо то есть не надо обязательно делать черную подброску чтобы она была крепкая ты когда вырезал камень натыкался на твердую поверхность ну такой вот принцип ну не знаю вот ну как бы все таки это как бы работа насколько это ж не художественный фильм вот тут я сижу и думаю о чем еще рассказать вот как бы все рассказал вот идет обычная работа то есть у нас уже как бы объект на выходе ну может после восьмого будем как-то что-то красить да может краска спасет все и будет ну как бы домик интересный ну и надо брать еще кисточку не знаю кто лик покажет или нет то но желательно вот это вот все то что вы нацарапали как бы замыть но тоже фильм заканчивается поэтому я говорю что надо замыть ну такой камень показал я не знаю вы сидите вы или нет он берет шкребет сара по этому работа и работа и